Добрый день, дорогие друзья! С нами на связи политик Геннадий Владимирович Гудков. Добрый день, Геннадий Владимирович! Надеюсь, что добрый, хотя что-то в последнее время сложно. Лучше поздороваемся и пожелаем здоровья. Геннадий Владимирович, прошел месяц после выборов. На ваш взгляд, после оглашения результатов, общество наконец-то поняло, с кем имеет дело. Я думаю, что общество давно понял, с кем оно имеет дело. И я сейчас, наверное, сказал то, что, может быть, непонятно. Но я объясню. То есть, если мы возьмем реальную явку на выборы, то она составит, может быть, 30-35% от всех. Реально. Все остальное набросано. Это говорит о том, что народ давно не верит в какие выборы. И голосует ногами, по сути дела. То есть, две трети проигнорировали выборы. Почему проигнорировали? Вот мы говорим, наш народ там ничего не понимает, ватники, не ватники. Наш народ очень хорошо понимает, как раз. На интуитивном уровне очень-очень чувствует, что голосуй, не голосуй, за какую партию, за какую кандидату, результат будет один и тоньше. И вот это понимание, что выборами ничего не изменишь, оно, конечно, очень плохое понимание, но оно в народе есть. И оно является массовым сознанием. То есть, народ не верит в возможность выбора нормальной власти, представительной, которая действительно защищает его интересы. Это самый главный вывод, который мы должны сделать из состоявшихся событий. Да, есть треть людей, часть из них подневольная, часть активные граждане, которые пытаются поменять страну, приходят, голосуют по-умному. Но результат мы с вами понимаем. Власти в России путем выборов сменить больше нельзя. Я не знаю, сделали ли такой вывод, вот эта треть, которая приходила на выбор, ну, 35% положено, 33%, 30%, не знаю сколько. Если там 14-15 миллионов голосов брошено, то надо просто там провести математический анализ, посмотреть, сколько реальной явки. Да еще там фальсификация на электронном голосовании. Поэтому вот надо просто понимать, что активная треть или подневольная треть должна уже определить, должна, так сказать, свои выводы сделать. Понимает ли она, что власть путем выборов из России сменить нельзя, ее придется менять иным способом. Или ждать там физиологической смерти вождя, да? Вот, я не знаю. Я не знаю. Я, например, к такому выводу пришел давно. То есть, основная масса, Геннадий Владимирович, она просто индифферентна у нас получается. Она разуверилась в этих процедурах. Она не индифферентна. Она не индифферентна. Нельзя так сказать, что она индифферентна. Это люди, которые на интуитивном уровне понимают, что выборы в России фейт. Это тоже, в общем-то, не в плюс к власти. Никто не побежал Путина, там, и его Единой Россию поддерживать. Поддержим. И даже, может быть, больше. Все равно это обманут, да? И вот так вот примерно сказали 2-3, 2 человека из 3. Это не веря в власти, не веря в всех механизмов, да? Вот. Поэтому оно аукнется. Вопрос только времени. То есть, то, что народ понимает, что выборы не меняют власти и не меняют ситуацию, народ это понял давно. Явты все время падают. Реально явты падают. Вновь избранный председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии. Геннадий Владимирович, вы наверняка слышали об этом. Что побудило господина Володина выйти с таким оригинальным предложением? Премия Муратова, Дмитрия Муратова. Человеку, который находится в позиции к власти, который возглавляет одно из самых ярких и заметных средств массовой информации, журналисты которого занимаются серьезнейшими расследованиями журналистами. Список жертв журналистов Новой газеты, павших в борьбе с режимом, в борьбе с коррупционерами, с преступниками, достаточно впечатляющий. Поэтому совершенно понятно, что вот эта Нобелевская премия, данная за, по сути дела, мужество, смелость и борьбу за истинные ценности, мировые ценности, да, это свобода, демократия, права человека, защита жизни и так далее. Это вызвало раздражение власти, режима. Ну, а так как Володин является одним из наиболее таких, как бы сказать, помягче, холустующих объектов, которые должен постоянно доказать свою лояльность, он первый выскочил с этой безумной инициативой. Жду следующее, так сказать, что там Солнце, вернее, Луна как-то должна по-другому вращаться, вернее, запустить вращение Луны, чтобы там мы могли любоваться и обратной стороны, или еще там изменить ее орбиту, может быть, там звезды какие-то поправить на небе. Ну, а почему нет-то? Володин у нас мастер, например, там, в честь Путина и его, так сказать, режима запустить вращение Луны. Вот не было там 4,5 миллиарда лет, а теперь запустим. Ну, можно такое. Или там отменить, допустим, восход Солнца. Ну, я думаю, что у Володина арсенал-то вот этих вот лестей, он достаточно широкий. Но будем надеяться, что это не последняя яркая инициатива спикера Госдумы. Генгер Владимирович, а вам удалось вместе поработать с ним? Или вы не пересекались с Володиным? Нет, мы с ним пересекались, мы с ним на «ты». Со Славой были много лет. И я всегда считал, что у него есть положительные качества, это вот административный факт. Она у меня есть. А он не политик, но он прекрасный администратор с точки зрения там организации работы. Вот такой вот жесткий довольно администратор. Ну, а он, когда пошел в политику, вот мы видим там эти ляпы, перлы. Есть Путин и есть Россия, нет Путина и нет России. Давайте, значит, обведем процедуру. Басманным судом будем определять, оставлять премии, не оставлять Нобелевскую премию. Ну, и так далее. Это понятно, что вот человек доказывает каждый день лояльность, пытается остаться на плаву, пытается, так сказать, заработать свое место. Там же под ним зашатался страшная сила, это кресло спикера. Там же хреново тучей, извиняюсь за выражение, было кандидата в занятие его место. Ну, понятно, человек задергал. На радостях сказал, что давайте Нобелевскую премию теперь отменять. Ну, и за он какие-то решения принимать будем там в Османном суде или там в Думе тоже. Ну, вот всякая вот эта глупость, я прошу прощения, которую он изрекает, она, собственно говоря, направлена на то, чтобы укрепиться, укрепить свои позиции, подтвердить лояльность. Просто кроме как глупости, вот эти раз за разом следующие высказывания назвать сложно. А там в Кремле это нравится. Там в Кремле это нравится, что вот, да, выглядит подурацкий, что наш, так сказать, подурацкий товарищ делает. Он говорит, да, он говорит, молодец, молодец, пусть делает, делает. Конечно, да, понятно, что идиотизм. Ну, уж мы, 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 наши дети. Хорошо оттенять других известных политиков. Геннадий Владимирович, правительство дополнительно выделяет 28 миллиардов рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет. Защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей к годовщине открытия дороги жизни. До 22 ноября выплату направят всем, кто был награжден медалью за оборудование Ленинграда и знаком жителю блокадного Ленинграда. Деньги получат более 75 тысяч человек, заявил Мишустин. Что случилось с премьером, Геннадий Владимирович? По-моему, его скоро, наверное, погонят из-за таких инициатив. Нет, такие инициативы согласованы. Они согласованы, он не может ничего такого отсебятина, по крайней мере, с финансами. Там есть Минфин, там есть другие механизмы, там есть Кремль. Видимо, они решили как-то постараться на фоне вот этого жаскоча, репрессий, обмана. Но ведь там, например, они хотели, там, заявляли о том, что готовы платить пенсии работающим пенсионерам в полном объеме индексирования. Сказали, что нет, не будет, зачем-то. Что-то еще. Они вот, типа, ну ладно, мы вот здесь вот как бы обманули народ, хотя есть другое более точное слово, да? Цензурное. А здесь вот мы покажем, что мы там человечные. Ну, все эти вот, я же помню, очень хорошо еще там, когда работал в Думе, были инициативы по поддержке блокадников. Там занимался Дмитрий Воксана. И ее законопроекты были смесены всем. Потому что то ли было много блокадников, то ли чего-то еще. Вот, ну, короче говоря, сейчас, когда их уже практически не осталось, это ерунда, так сказать, тысяч, я в эту цифру не верю. Когда их практически уже не осталось, ну, только надо понять, что 41-42 год, это было, вот сколько там, 60, 80 лет назад. 80 лет назад. Ну, кто там вот был, кто там? Ну, там действительно, там десятки, сотни, наверное. Сколько должно быть лет там? Да, да, да. Сколько у нас там долгожителей под 100 лет? Единиц. Поэтому там все, когда говорят, 75 тысяч, это там, в общем, вместе с детьми, а я не уверен, что эти 28 миллиардов там на один год. Вот, поэтому по детскому пособию оно там ничтожно малое, оно там оскорбительное по большому счету, унизительное детское пособие. Оно ничего не решает. Детей там не готово. Ну, вот у меня такое ощущение, Геннадий Владимирович, возможно, я не прав, что это не столько благое дело, сколько подкуп лояльности какой-то вот так вот. Я думаю, что это может быть, чтобы снизить эффект вот эти репрессии, ничего хорошего, только одни негативы, как бы сгладить эффект такой. Это же не Мишустина. Ну, может быть, еще Мишустина подкручивать на типа на преемника, а вот Мишустина решил. Понятно, что это решил не Мишустина. Понятно, что это решили в Кремле, но решили дать право первой брачной ночи озвучить эту инициативу Мишустина. А вот там народ его полюбит, потому что у него нет никакого рейтинга. В качестве его преемника там, ну, если он, допустим, рассматривается, там есть люди, которые утверждают, что он рассматривается в качестве одного из преемников, ну, вот типа дать ему рейтинга немножко, вот детям он помогает, блокадникам он помогает там. Ну, может быть, такой план. Ведь если мы там верим или не верим профессору Соловью, то транзит власти намечается в 21 году и в 22 году должен пройти. Ну, может быть, они там Мишустина дают возможность немножко получше выглядеть в глазах населения. Ведь и растут цены, растут тарифы, ухудшается жизнь, падают доходы, ну и так далее. У них сейчас появилась куча денег за счет роста цен на нефть и на газ. В очередной раз везение какое-то, Геннадий Владимирович. Ну, почему бы не дать подачку там людям, заодно там раскрутить Мишустина, может ли его народ вдруг полюбит? Сможет ли Мишустин, Геннадий Владимирович, обеспечить плавный уход главного нашего руководителя и обеспечить ему безопасность? Он же не силовик. Не-не-не, вы не понимаете, что они хотят сохранить, даже если, допустим, Путин с каким-то причинами не способен дальше управлять страной, предположим, то они хотят обеспечить сохранение путинизма без Путина. А это невозможно. Никакой человек не сможет обеспечить сохранение путинизма без Путина. Вот, и сам Путин, кстати говоря, в ближайшем перспективе. Потому что экономика не работает. Страна деградирует, система власти деградирует, правовая система деградирует, ну и так далее. Поэтому, ну да, какое-то время они продержатся на вот этом нефтегазовом благополучии, да, но ничего для экономики они дать не смогут. То есть перезапуск экономики в нынешних условиях, по вашим оценкам, невозможен? Он возможен, но при другой власти. У них другие задачи, другие приоритеты. Она не будет заниматься. Она 21 год не занималась ничем. Чего-то она будет на 22 году вдруг чем-то, так сказать, изменится, что она. Я говорю, ох, ребята, 21 год, мы ничего не делали. Так же нам стыдно, мы упустили столько возможностей. Мы потратили такое ценное время. Мы, так сказать, загнали Россию на мировую обочину прогресса, да, и мы вот начинаем новые, новые, телефонные звонки, да, и начинаем новую жизнь, новые, так сказать, реформы проводим. Ну, это же не из области, так сказать, психотерической больницы, да, на области психотерической больницы. Не будет этого ничего? Ну вот в очередной раз, Геннадий Владимирович, ну вот сколько можно повторять уже из уст первых лиц, первого лица о том, что у нас в очередной раз главная проблема – это бедность и уровень жизни. И снова у нас главный враг – это бедность. Ну, не надоело ли, а? Бедность, бедность, рост цен. Ну, все это повторяет, как панамаз. Ну, работает, работает, на какую-то часть населения работает. Вот, он говорит правильные слова и абсолютно делает абсолютно противоположные, неправильные, любичные и специально умышленные порочные действия. Ну, слова правильные. Давайте бороться с бедностью. Кто вам мешал 20 лет, ребята, бороться с бедностью? За 20 лет страны многие сделали такой рывок, что стали мировыми лидерами. Ну, пожалуйста, Япония, Корея, Сингапур и так далее. Мы знаем, там, смотрите, там, тот же даже Тайвань, как там развивается. Вот, за 20 лет они там превратились. Китай за 20 лет, там, после Дэн Сиопина, стал великой промышленной державой. Мне кажется, уже стыдно, должно было, стыдно об этом говорить уже с трибуны. Ну, конечно, 21 год был в руля, и ни черта не сделали. И страна по-прежнему, так сказать, там, нищая, убогая, с разбитыми дорогами, с ободранными стенами больниц, с какими-то там грязными этими улицами кривыми в селах и везде, так сказать, там. Ну, посмотрите, что творится. Ну, Москва еще, да, ну ладно, Москва феномен. А так-то мы пребываем в 19-20 веке, в середине 20-го века. Там вот если снимать сейчас фильм, допустим, о каких-нибудь там 40-х, 50-х или 30-х даже годах, никаких декораций ставить не надо. Не надо никаких декораций. Бери любую область и, пожалуйста, там найдешь этих декораций миллион. Миллион населенных пунктов, которые отвечают по своим, так сказать, внешним облику к 30-м, 40-м, 50-м годам прошлого столетия, то за сто лет ни хрена ничего не поменялось. 20 лет ничего не делали. Вот это нынешняя власть. Геннадий Владимирович, у вас большой опыт работы в Госдуме. Вот у нас господин Нечаев, это руководитель фракции «Новых людей», вступился за ректора Шанинга Зуева. На ваш взгляд, ему дозволили озвучить этот вопрос? Ну вот депутат, которого впустили в Думу, Кириенковский проект, он там поднял голос за личного человека, который, в общем-то, по большому счету не является ни врагом, ни оппонентом власти, ни критиком, никаким не оппозиционером, никем. Ну и что? А когда надо было голосовать по пыткам, они спокойно слились все. А когда надо было там по всем этим кадрам вопросам по Володину, они все лились полностью. Ну и так далее. Там можно массу привести пример, когда из этих новых людей ничего не получилось. Уже. Еще Думы не начали работать, они уже слились. Они уже показали, что они ничем не отличаются от Единой России. И тут он совершает какой-то такой более-менее приличный поступок, типа вступился за ректора Шаенко. Ну и что? Ну это, что, разрешили ему или не разрешили? Ну понятно, что он позвонил, сказал, я хочу. Ну да, делай. У него там прямой телефон в администрации президента. Он оттуда управляет. Наверное, игрушка в руках администрации президента. Да, игрушка, да. Вот как раз и Геннадий Владимирович затронулись в пользу эту тему. Единая Россия, ссылаясь на регламент Думы и то, что прокуратура проводит проверку по Саратовскому делу, не поддержала инициативу депутатской группы от КПРФ о проведении парламентского расследования фактов пыток в учреждениях в СИН. На ваш взгляд, Геннадий Владимирович, в итоге, чем это все закончится в нынешних условиях? Все эти проверки, всевозможные громкие заявления и так далее? Ну, стрелочников накажут, а система останется прежней. Мы же понимаем, что на сегодняшний день смыслом удержания власти, способом удержания власти является жестокие репрессии. Причем они нарастают, они обретают массовый характер. А в этом контексте пытки являются одним из инструментов удержания власти, запугивания психологического и физиологического слома человека в тюрьме. Поэтому еще останется. Ну да, каких-то там, может быть, каких-то стрелочников накажут, на этом все закончится. То, что вот когда там Дума говорит, что мы там парламентские расследования не можем проводить, покуда идет следствие. Да чушь от собачьей. От собачьей чушь для людей, которые не понимают смысла парламента. Парламентское расследование является во всех странах высшей формой расследования от имени народа. Еще раз подчеркиваю, в парламентское расследование есть высшая форма расследования, которую проводит народ с помощью своих депутатов. Народ проводит. То есть никакие рекламы, никакие отсылки на следствие вмешательные... Никакие, да. Парламент выше всегда любого органа власти. Потому что парламент сам орган власти, высший орган власти. И поэтому парламентское расследование всегда является самым главным в любой стране. Если парламент это не делает, это не парламент, а это сборище подельников вот этих палачей и садистов. Все, что нужно знать о состоянии нынешней провластной структуры в Думе, это вот они являются сторонниками пыток, они являются подельниками, они являются поддержкой палачей и садистов, которые занимаются пытками, поставленными на конвейер, на государственную основу. На ваш взгляд, какой максимальный уровень среди чиновников, который может быть наказан или отправлен в тюрьму, максимальный? Ну, замначальника, замначальника какой-то колонны, какие-нибудь там контролеры какие-то еще кто-то там. То есть до уровня федерального органа это явно не дойдет? Ну, это же заказы выполняются в высшестоящих инстанциях. Речь пытали, не просто так. Конечно, всегда палачи и садисты – это люди в патологии психики. Это я пришел к такому выводу очень давно, в том числе посетив музей Инквизиции за рубежом. Конечно, там отмороженные больные люди с комплексами неудачников, с нарушением серьезной психики, они являются организаторами пыток и исполнителями. На заказ поступают сверху, и записи эти проводились как отчет, отчет перед высшестоящими инстанциями, вот что страшно. Поэтому в Думу показал, в Думе сказали цит, в Думе сказали цит. Кто мог в Думе сказать цит? Не шевелитесь там, не дергайтесь. Могли сказать только из Кремля. Коммунисты там тоже, ведь это же не Зюганов выступили, и там не Мельников, и не Кашин, и даже не Равин. Да, депутат. Ну да, там выступил какой-то депутат, типа вот мы показали, что мы тоже оппозиция, мы тоже хотим, да, вот у нас есть люди. А где лидеры фракции КПН? Сидели, помолчали? Они что, какой Димаш? Стали с места, ушли, знак протеста против пыток? Или что-то еще сделают? Ну нет, ну, в смысле, ну, не шмогла, да, как вот в этой анекдоте. Ставь на меня, да, ну не шмогла. Вот я КПРФ сказал, да мы не шмогли, ну не шмогли, а что мы могли сделать? У нас не большинство, вот голосуйте за нас, вот мы когда будем большинством, ого, 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 мы как там дадим жару всем. Да, кто-то из КПРФ там выступил, не мог не выступить, справедливая Россия проболчала, она же справедливая Россия, справедливая какая? Какая? Путают. Вот, промолчала справедливая Россия, она не стала инициировать это. Какой-то там депутат, не очень пока еще известный, коммунистов, ну, молодец, хорошо, ему-то мы отдаем должное, поднял вопрос, жестко, все и прочее. Ну, КПРФ, ну что, где лидеры КПРФ? Куда они делись? Обнулились? Вместе с Путиным? Проговорная партия. Мы поднимем вопросы, вы нас заблокируете, а мы не будем вякать. Пытки будут в России продолжать. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что журналисты КП Беларуси Геннадия Мажейко предположительно остановили в Москве при регистрации на рейс в Варшаву и попросили вернуться в Минск, где он и был задержан 1 октября. Однако официальной информации нет. Геннадий Владимирович, Москва так и не отреагирует должным образом на всю эту ситуацию? Нет. Конечно нет. Потому что давно никакой не существует суверенная Беларусь. Это единая империя, на которой действуют единые правила. А Сунгоркин никогда не будет защищать своих журналистов. То, что идет в разрез ситуации. Поэтому мне искренне жалко этого парня. Сунгоркин стал одним из таких рупоров. кремлевской пропаганды. Самый такой ярый. Вот поэтому дурака он валяется. Всех... Лапшу на уши навешал. И думает, что все венят. Геннадий Владимирович, а вот смотрите, использование так называемых тетушек, это людей, которые молочек, таких активистов, наверняка слышали о том, что у нас в Мемориал планировали провести кинопоказ фильма о Голодоморе. И сеанс был прерван. Заскочили туда ребята в большом количестве. И все это сорвали. Приехала полиция. И вместо того, чтобы задерживать вот этих неизвестных молодых лиц, они закрыли в этом помещении тех, кто пришел на этот кинопоказ. Эта практика продолжится от использования молодых людей? Да, это же государственный заказ. Это не неизвестные молодые люди, это очень хорошо известные молодые люди, которым дано задание, которым дана индульгенция на насилие и которые находятся под полным покровительством силовой системы. Конечно. Они, это госгопота, государственные гопота, это государственные погромщики, которые работают от имени государства, по его полным попустительству и покровительству. Они получают соответствующие задания. Так ведь это же целая прослойка может вырасти, Геннадий Владимирович, вот этих молодых людей, которые получают удовольствие от того, что они безнаказанно измываются. Подожди, а что у нас не получают удовольствие эти палачи и садисты, которые пытают людей? Еще какое получают? У нас очень много людей, которые получают удовольствие от того, что они распоряжаются человеческими судьбами. Например, гопота, это... один из элементов... Еще один столб. Отвратительная система удержания власти путем провокации и репрессий, применения силы. А почему молодежь, Геннадий Владимирович? Отличается от этой гопоты. Да ничем. А почему молодежь соглашается? Ради денег идти на это? Да у нас же всяких отморозков хватает то ради денег, то ради кайфа, то ради какой-то возможности выслужатся. Разные мотивы. Там хороших людей нет. В своей статье на эхо Москве, Геннадий Владимирович, многоточие подкрался незаметно, видимо, зверек имеется в виду, бесец подкрался незаметно, хоть виден был издалека. Да, вы сделали небольшой обзор законодательной инициативы облакировки банковских счетов, лиц, возможно, причастных к так называемым массовым беспорядкам. Геннадий Владимирович, не могли бы для наших зрителей коротко рассказать об очередной инициативе властей. В Госдуму внесен закон, законопроект, который будет законом очень скоро. И там правоохранительным органам, то есть даже, не правоохранительным органам, а руководство полиции на местном уровне, там замначальника отдела достаточно, дается право отнимать у людей деньги. Через аресты, блокировки счетов, карточек и так далее. Это может коснуться миллионов. Основания там такие, что у них есть основания предполагать, что эти люди участвуют в какой-то деятельности не функционированы. Ну вот, типа, митингов, шесты там. Причем это может быть деятельность не самим, а сам выход на митинг, а допустим, там, ретвиты, репосты, какие-то там объявления, какой-то даже разговор об этом. Они уже сейчас считают, что если люди поговорили об этом, да, ты пойдешь, не пойдешь, а ты что думаешь по этому? Идти, не идти. Все, это уже достаточно для них. Из местного отделения полиции напишет, что я имею основания полагать, что такое-то. Слишком, так сказать, шибко сильно критикует власть или там полицию. Критикуют полицию, нельзя критиковать полицию. Полиция у нас святая. Нельзя критиковать тюремщиков, они у нас святые. Нельзя критиковать там гаишников, они у нас святые. Вот за это нужно Деньги отнимать Поэтому народ спит Когда у него деньги отнимут Он начнет просыпаться, но это будет уже поздно Позднее пробуждение называется Ах, у меня отняли деньги Я же ничего не сделал Ну извини, парень А страна такая Они могут сделать все, что угодно Я сейчас спрашиваю, а что они могут сделать? Они же не имеют права Я говорю, слушайте, вот перестаньте Я терпеть не могу, прям не говорите Что они не имеют права Вот они на все имеют права А мы вот ни на что не имеем права Вот все, нет права никакого Забудьте слово право За что, а почему Да глупости, с вами это сделали, сделали Вот и все Вы живете в этой стране Значит должны принимать все риски Или страну меняйте Или ее изнутри Или меняйте ее физически Никакого варианта другого пока нет Как любят у нас говорить Представители Кремля Что у нас все по закону А в нацистской Германии тоже По закону расстреливали По закону отправляли в лагеря смерти По закону там Создавали еврейские гетты Умерщвляли там людей Все было по закону А что, по закону И при Сталине все было по закону ГУЛАГ был по закону Полтора миллиона расстрелянных у стенки Были по закону На каждую есть бумажка Я эти бумажки видел Вот если вы думаете Брали там непонятно кого Нет На каждого была бумажка На каждого По закону расстреливали Тогда вот такие придумали законы Чтобы можно было убивать Расстреливать Пытать Значит гонобить Насиловать Отнимать имущество Все по закону По закону Поэтому когда мы говорим По закону Ну да По закону У государства Которого превращается в Россию Можно сделать все что угодно С человеком Это будет такой закон Нравится Живите Не нравится Думайте В 2014 году Александр Сотников Спросил у Бориса Немцова Какой запрос Прочности у режима На что тот ответил Что запас прочности режима Определяется деньгами Которые есть На тот период Немцов Назвал цифру Около 500 миллиардов долларов Которые по его словам Могут пойти на поддержку Силовиков и пропаганды Прошло 7 лет В каком году В 2014 Геннадий Владимирович Спросил у вас Как у опытного политика Объективно Чтобы не питать иллюзии Ни у нас Ни у наших зрителей В настоящее время В России Кардинальные перемены Возможно Только после ухода По естественным Биологическим причинам И никак иначе Как вы думаете? А вот Никто не знает Как Я вот С 83-го года Предсказывал Крах Советского Союза А когда он Произошел Я мешал Бетон Раствор Строил дом В отпуске Вот когда В этот день Вот для меня Человека С 83-го года Заявлявший о неизбежности Краха СССР Силу там Многих факторов Чем я работал В КГБ И понимал Это лучше Чем многие другие Вот Для меня Это было неожиданно Вот именно В этот день Вот Я понимал Что должно Произойти Но когда это произошло Это была полная неожиданность Я приехал В этот день Как сейчас Помню Там пол девятого Ну как сейчас Сказали Главе муниципального Образования Мы хорошие Приятели Знакомые Какой-то там Выбивать лимит То ли на бетон То ли на кирпич А мне говорят Гена Страны нет Слушай Что с тобой случилось Что случилось Что я не знаю Все говорят Нет страны Нет партии Все Вчера еще все было А сегодня нет Слушай новости Вот мы с ним сидели вместе Там Еще там час-полтора Слушали новости И Конечно я забыл Про всю эту стройку Про бетон Про кирпич Про все Неожиданно Все происходит неожиданно Мы не знаем Никто не знает Сколько продержится Путин Ведь современная медицина Может и инвалида держать Так сказать Там 10 лет А может и больше Вон Рузвельт Я все время говорю Рузвельт управлял же Америкой Из инвалидного креста И неплохо управлял Вот Но я отлично думаю Что запас прочности Не только деньгами измеряется А усталость людей Жить вот в этом В дурдоме В нищете В бесправии И так далее Тоже какой-то есть Предел терпения Да У российского народа Там Сила его менталитета Это предел Лимит очень большой Но он все равно Рано или поздно Накончится Когда мы не знаем Режим должен начать Коллапсировать Внутри себя По большому счету Вот я все время говорю Ребята А кто победил КПСС? Кто победил КПСС? Что он Диссиденты? Нет Там мировая закулиса? Нет А победил КПСС Кризис внутри КПСС Внутри правящей системы Внутри системы Государственного управления Она система Настолько прогнила Что она начала Обрушиваться внутрь Вот и все В узбинском режиме Как минимум Как подчеркивать Как минимум Произойдет то же самое Можно ускорить этот процесс? Да Легко Для этого нужна Политическая воля Запада Для этого нужна Сознательность населения Который Степенно только появляется Но есть правда Апатия устала Она не очень хорошая Союзница Этого прозрения Можно ускорить Но даже если не ускорять Он все равно Внутри себя обрушится Никакие деньги не помогут Тем более там Ну я понимаю Сейчас да Такая опять лопа пошла Поперла Поперла везуха Нефть Газ Нефть 85 Газ уже там Больше тысячи бывает иногда Цена идет Ну таких цен Никогда не было Когда там 345 350 долларов За тысячу кубов было Там все были в шоколаде А сейчас она еще выше Но будут какое-то время держаться Будут какое-то время подачками Там Откупаться Как вот этот Мишустин Там дайте детям 27 миллиардов Это что такое 27 миллиардов Надо посчитать Сколько у нас детей У нас по-моему Детей 27 миллионов По тысяче рублей Что ли нужно дать каждому Мы вот Не понимаем до конца Что общественно-политический процесс Они имеют некую инерцию И 10 лет Общественно-политического процесса По законам Которых мы тоже не знаем Это погрешно Погрешно Для кого-то это целая жизнь А для законов Для системы Это погрешно Поэтому плюс-минус 10 лет Я извиняюсь за цинизм Это погрешно Вот он может уйти в 22-м Или в 23-м А может уйти в 33-м Это погрешно Запад это, кстати говоря Понимает Почему там Запад Например Сильно не воюет с Путиным Они понимают Что Да, мы Сталина пережили Хрущева пережили Ленина пережили Там Ну условно-говорили Низм Там этого Брежнева пережили Но как-нибудь и Путин пережил А там дальше будем посмотреть Что будем делать Поэтому Запад тоже Он будет Не будет Головой в омут бросаться Так сказать В борьбу с Путиным С ядерным потенциалом России И с его, так сказать Отмороженными руководителями И так далее Поэтому Запад будет осторожней Запад будет решать свои вопросы Он, конечно, не будет поощрять То, что делает Путин Да, но он и не будет Ити в жесткую зарубу Уж извините Я так по-простому говорю Чтобы это понимали Да, вот, кстати Из последних новостей По состоянию на сегодня На 18-е число О том, что Вновь поднимается вопрос О членстве в НАТО Украины и Грузии На что господин Песков Заявил Может быть, это не прямая И дословная цитата Заявил, простите Что это уже Граничит с красными Некими красными линиями Что Россия будет вынуждена Принимать более серьезные Радикальные меры В ответ на эти обсуждения Ну да, боятся Боятся в Кремле Боятся путинисты НАТО, конечно, боятся И они боятся Потому что Киев Это тяжелейшее поражение Путина Геополитическое Если Запад не использует возможность Чтобы Украина ушла Стивилизованный путь В Европе Да, там вступил бы в НАТО Или стала стратегическим партнером Семьего штатов Америки Это будет глупейшая И огромнейшая ошибка Огромная страна С огромным населением Ну, в общем-то, надо думать Таких подарков История делает нечасто Такие подарки делает Мне кажется, что Запад должен идти по этому пути Не взирая на предупреждение Пескова Предупреждать-то можно Истерить-то можно Реальных шагов Что можно сделать? Начать ядерную войну? А куда стрелять? Там везде семьи чиновников Везде там Что в Майами, что в Вашингтоне Что в Нью-Йорке Что в Лондоне Туда стрелять? А там дети, внуки Семьи, капиталы Поэтому тут В России попадают Серьезные нужницы такие И можно только вот Пускать пузыри И говорить А мы там, а мы там А что вы можете сделать? Что начнете войну Против Азербайджана В Армении Или начнете агрессию В Украине В Ланддарме Там в Донбасс И Луганск Ну, там можно и по зубам получить Если будет серьезное оружие Серьезное, так сказать Я пока Или там что Прибалочку оккупировать Или Финляндия Окупируйте То есть, надо понимать Ну, хорошо А дальше А дальше Вот я такой страшный Вот я ужасно Вот, посмотрите Не дай бог Если чего Я вот всех Что-то с вами Такое сделаю А что ты сделаешь? Вот еще не придумал Господин Толстой Буквально Смотрел ленту новостей Допускает такие высказывания На одном из федеральных каналов О том, что Украины нет Как таковой И что скоро Украина В скором времени Станет частью России То есть Я думаю, что в скором времени Может поочтиться так После пути Не будет Как таковой Она распадет На какие-то Составные части К сожалению И вот это Гораздо более Реальная опасность Нежели Что Россия станет Что Украина Станет Россией Потому что Все Там люди Которые Уже почувствовали Запах свободы Они Не пойдут Вот в эту душную тюрьму Народа Которую устроил Путин И Вопрос только в том Что конечно В чем я например Считаю Неправ Западный мир Да Демократический Нужна специальная программа По Украине С одной стороны Нужно Дать ей возможность Развиваться С другой стороны Четко Ну помочь Так сказать В таком Может быть В таком В таком Твердом стиле Помочь Украине Завершить Реформу Чтобы это была Цивилизованная страна Сменяемая властью Чтобы там Нормальные все эти Механизмы были Под контролем Народа за властью И так далее И тому подобное Вот когда будет проведена Реформа Когда будет проведена Экономическая реформа Тогда Свобода Трансформируется В лучшие качества жизни Свобода должна Монетизироваться В уровень Благосостояния Граждан Вот например Свобода Прибалтики Монетизировалась То что у них Уровень жизни Выше там В 2-3 раза Чем у нас Уже сейчас Вот кто там Говорит что нет Смотрите Свобода Грузии Которая там еще Иногда вызывает вопросы Да потому что Я не понимаю Почему там Саакашвили держит В тюрьме Долгать Сильная Россия То есть мир Заинтересован В ослаблении И так далее Чистая бред Чистой воды Если они подразумевают Под сильной Россией Агрессивную Россию С изменяемой властью С отмороженным Больным руководством Такая Россия Никому не нужна А если это будет Россия Демократическая Свободная Процветающая Мощная государство Она всем нужна Тогда Вот та концепция 90-х годов Конца 90-х годов Она Обретет Новый смысл Европы От Атлантики До Тихого океана Вот этого все ждут Ну по крайней мере Ждали и надеялись Причем ранний Путин Об этом же и говорил Ранний Путин Об этом говорил Да И тогда Еще были надежды На то что Такую систему Демократического Лагеря Удастся построить Европа От Атлантики До Тихого океана Вместе с Россией И все заинтересованы В существовании Такого мощного государства Куда И инвестировать Будет выгодно И дружить Будет выгодно И сотрудничать Будет выгодно И совместная Так сказать Система обороны Создавать От всяких Отморозков Государство Выгодно будет Это полный бред Это попытка Так сказать Навешать Лапшу на уши Людям Мало Посвященным Не понимающим Что происходит В мире На самом деле Вот была концепция И они серьезно Говорили В США И в Европе И в НАТО Везде Европа От Атлантики До Тихого океана Ну что мы построили Азию Паханат Вместо Вместо европейского государства Мы построили Паханат Где там Вождь сидит На троне Уже 21 год И не собирается Никуда уходить Хотя уже Все прогнило Вокруг него И там Все коррумпировано Проворовано Разворовано И так далее То есть дело Тут в личных амбициях Просто Первый приз государства То есть изначально Они планировали Что-то сделать Вполне себе Логичное И выгодное А потом В дело вмешалось Что Геннадий Владимирович Что произошло В 2007 году До Мюнхена Или после Мюнхена Да нет Все произошло Гораздо раньше Самый первый Источник Всех наших бед Это расстрел парламента 4 октября 3-4 октября 1993 года На фоне этого Была принята Конституция Монархическая Давшая полные Полномочия президенту Урезавшие Права парламента Суда И так далее Это как будто Юридическая Историческая основа Нашего Нашей диктатуры Нашего Тотальтаризма Ельзин не стал Каким-то причинам Доводить дело до ума Чтобы он стал Единоличным правителем А Путин стал И в 2004 году Я считаю Что контрреволюция В России Произошла 13 сентября 2004 года Тогда была Была озвучена Доктрина вертикали власти Отмена региональных выборов И так далее И тому подобное Отсюда Вот начинается Отчет Реальных шагов По Уничтожению Демократии Прав и свобод Граждан России 13 сентября 2004 года Как сейчас Помню эту Дату Вот Ну а дальше Вот просто Исторические процессы Они достаточно Длительные Могут быть Вот с 2004 года По 2021 год Мы видим Ухудшение Постепенное Пошаговое Ухудшение Ситуации в России Сколько оно еще Будет продолжаться Не знаю Я надеюсь Что недолго Вот Но я не знаю И поэтому Вот С нами Вот это все Произошло Мы вернулись В худшие времена Соталитарного режима И никаких шансов На Нормальные взаимоотношения С демократическим Миром у нас нет При Путине Только войны Конфликты Только изоляция Только санкции И это будет продолжаться До того момента Пока Эта власть не естественна Но с учетом того Что у нас В рамках Глобального Исторического процесса Это всего лишь Какой-то небольшой отрезок Будем надеяться Что этот отрезок Пройдет быстро Хотел Спасибо большое С нами был политик Геннадий Владимирович Кутков